Изменения в закон о бесплатном предоставлении многодетным семьям земли для строительства более чем существенны. Самое главное это увеличение срока аренды земельных участков, что позволит многодетным брать долгосрочные кредиты. Некоторые говорят, а мы берем ипотечный кредит, к примеру, на 10 лет. И как нам быть? Нам банк затрудняется выдать ипотечный кредит, если участок в аренду дается на 3 года. Мы его не построим, а дальше банк скажет, а что же мы дальше будем делать с этим кредитованием. Поэтому сам этап кредитования начальный, он затруднен. Поэтому мы решили продлить срок аренды. Во-вторых, появится возможность использования земли под сад или огород, введение личного подсобного хозяйства. Это изменение позволит большему количеству семей воспользоваться своим правом. Третье изменение касается только жителей Нижнего Новгорода. В самом городе Нижнем Новгороде земельные участки предоставляться не будут. Город Нижний Новгород, как муниципальное образование, вправе предоставлять земельные участки, которые находятся в собственности, но на территории других муниципальных образований. Между тем, в правительстве области уже подводят предварительные итоги реализации нового закона. Всего за полтора года было принято 3590 заявлений. Из них тысяча одобрено, а семи получили заветные сотки. Однако за 2013 год количество желающих поуменьшилось. Причины этому разные. К примеру, в 16 районах сами главы администрации затягивают процесс выдачи земель. Здесь особо отметилась Балахна и Борский городской округ. С другой стороны, 60% обратившихся семей предпочитают Выксунские и Богородские районы. В данный момент мы предоставили 144 многодетным семьям земельные участки. 151 семья у нас находится на учете. Сегодня буквально мы выдаем эти участки 102 семьям. В ближайшее время, которые стоят на учете многодетные семьи, я думаю, что в течение трех месяцев мы также предоставим. Очередь мы этого ликвидируем, а работы ведутся по инженерным сетям. Однако, предупреждают правительственным, многодетным семьям надо быть на чеку. Уже зафиксированы первые случаи мошенничества со стороны строительной компании. В Дальноконстантиновском районе застройщик исчез с уверенными ему деньгами. Расследованием занимаются правоохранительные органы. Наказ, который дает губернатор, более тесно и слаженно работать главам администрации районов с каждой семьей. Екатерина Снапкова, Алексей Калякин, Объективное ННТВ.